Продолжение следует... 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 например, их культурных, бытовых особенностей от других народов. Естественно, для сбора этнографического материала проводятся научно-исследовательские экспедиции. А научно-исследовательские экспедиции, как мы видим, это путешествие с целью исследования определенного района и получения о нем новых знаний и сведений. И изучение, хотел бы сказать, любого народа с давних пор проводится тремя способами. Эти способы называются стационарный, маршрутный и кустовой. Я думаю, вы в них также спокойно, легко разберетесь. Например, про стационарном способе ученый отправляется к изучаемому народу на длительный период времени, иногда вообще на несколько лет. Он поселяется с местным народом, он живет его образом жизни. Ну, даже сказать можно, он становится частью этого народа. И это дает ему возможность собрать ценные этнографические материалы или понять вот эти те или иные обычаи, их смысл, глубже изучить повседневную жизнь коренных народов. И вот таким ярким примером проведения подобных исследований является Николай Николаевич Миклух Маклай и его экспедиции на северо-восточный побережье Новой Гвинеи, которая и называется «Берег Маклая». Есть также маршрутный способ. Он, например, проводится, когда при исследованиях, при первичном знакомстве с тем или иным народом, вот так будет правильно сказано, для этого определяется определенный маршрут, то есть несколько населенных пунктов. И ученые проходят по этому маршруту, по этим населенным пунктам и фиксируют все характерные элементы культуры, которые они там встретили. И из-за этого у них есть такая более-менее общая картина по вот этому маршруту, как там, какая культура у людей, на Кумиске они разговаривают, что они используют в быту и так далее. Следующий способ — это кустовой. Он применяется уже, когда надо проводить более такие углубленные исследования народа. И для этого в маршруте исследования выбираются определенные населенные пункты, довольно крупные, в которых исследователи делают установку. А вокруг этих более крупных населенных пунктов есть такие пункты, ну, такие деревни, поселки и так далее, которые поменьше. И они как раз, будучи в одном населенном пункте, совершают вылазки, совершают экспедиции как раз в разные уже, в окружающие его деревни. И, естественно, отсюда получают, благодаря этому удается получить более такую обширную и качественную информацию о том, как там живут люди. И вот этот пример как раз таки характеризует экспедиции 2017 и 2019 годов. То есть, например, они приехали в Маданг. Из Маданга они потом прибыли в деревню Галинду, Бонгу, Гумбу, потом остановились в одной деревне, из этой деревни пошли вниз, скорее всего, в окружающие деревни. И благодаря этому именно получили вот этот ценный этнографический материал. И, конечно, теперь мы подходим к главной части – этапам проведения экспедиции. А этнографическая экспедиция у нас разделяется, в принципе, на три этапа, что легко запомнить. Это подготовка экспедиции, это проведение экспедиции, сбор этнографического материала. И последний этап – это обработка, анализ собранного материала. И хотел бы, опять же, обратить ваше внимание, что все перечисленных и здесь, и на слайде этапов, они одинаково важны. И недоработка, например, на одном этапе приведет к снижению успеха всей экспедиции. А успешно проведенная экспедиция может привести, как мы знаем, и новое открытие, и незаменимый жизненный опыт. Поэтому, естественно, и в интересах всех нас проводить всегда успешные экспедиции. Ну и, конечно же, говоря о подготовке к экспедиции, мы можем опираться вот, в принципе, на эти пункты, благодаря чему мы можем туда отправиться и провести, и спокойно, точнее, подготовиться к нашему путешествию. Ну и, как известно, с локацией мы определились. Это берег Маклая, северо-восток Новый Гвинеи. Но что нам делать дальше? И здесь, естественно, идет этап формулировки целей и задач, который, в принципе, играет важную роль в подготовке экспедиции. Но нам важно помнить, что вот это, например, слово «цели и задачи», оно часто вызывает такие чувства, не совсем страх, конечно, но люди слегка тушуются, и это делают и ученики, это и студенты делают, это делают абсолютно все. Они думают, как же мне так сформулировать. Мы хотим, опять же, подчеркнуть, что не воспринимайте ни в коем случае это как такую скучную, какое-то занятие и так далее. Дайте волю своему воображению. Мы предоставляем вам полную свободу в этом плане. Поэтому, если вы сформулируете цель так, как вам этого хочется, так как вы это считаете нужным, это будет, наоборот, даже хорошо, потому что вы молодые исследователи, у вас открытые умы, и благодаря этому вы как раз можете привнести что-то новое. Естественно, хотелось бы сказать, что цели, обычно тоже в учебниках пишут, что цель всегда должна быть достижима. То есть человек отправляется в экспедицию, он знает, что вот он достигнет такой-то цели. Но если вы всегда будете ставить цели выше головы, как раз-таки выше ожиданий, цели, которые кто-то может посчитать недостижимыми, но вы их достигаете, естественно, такие люди всегда входят в историю. Так вошли в историю и Саверия, и экспедиции Николая Николаевича, Мир Плухома, 19 веке, и советские экспедиции, 20 экспедиции, 21 века, поэтому ни в коем случае не бойтесь себе ставить высоких целей. Но, естественно говоря, о задачах, то они, в принципе, могут раскрывать способы достижения вот этой цели и соответствовать иногда этапам работы. То есть, например, я хочу изучать растительный мир, чтобы изучать растительный мир, я соберу ботаническую коллекцию, я проведу исследование растительного мира на суше, я проведу исследование растительного мира в акватории, а мы так далее, и так далее. В принципе, это, я думаю, у вас проблем не возникнет. Также в большинстве случаев у нас экспедиционные исследования уже сейчас выполняются коллективом ученых. И как Николая Николаевича, Миклуха Маклаяна редко можно встретить человека, который будет проводить исследования сразу по 50 наукам одновременно. Поэтому участие в современном условии, в принципе, позволяет брать с собой экспедицию и этнографов, и лингвистов, и биологов, и ботаников, в общем, кого посчитаете нужным. И действительно, вот это сформировать сплоченную, способную к организованным действиям, дисциплинированную команду, это очень важно для успеха экспедиции. Но что еще нам особенно важно для успеха в экспедиции? Это, например, работа с литературой. И сбор как раз информации о районе экспедиции, куда вы отправляетесь. То есть в нашем случае это берег Маклая. Это его история. Это как и сейчас там живут люди. Это, например, есть ли там доступ к воде, к продовольствию. Есть ли там доступ к наряжению, если чего утратиться. Подготовку карты, изучение маршрутов. Естественно, самое главное. Перед отправкой в экспедицию необходимо изучить весь имеющийся материал по вопросам и региону, вплоть до деревушки, куда вы собираетесь отправиться. Весь этот материал в основном содержится в архивах, наушных публикациях, в музеях, в интернет-блогах. Но, как мы помним, весь этот материал вы можете найти просто в библиотеке фонда имени Миклуха Маклая в одном месте, что довольно удобно, опять же, для участников конкурса. Ну и, кроме того, естественно, если вы ознакомитесь вот со всем этим материалом, который до вас сделали учёные, подготовили, естественно, это даст вам возможность выяснить, что уже сделано предыдущими исследователями. И даже иногда встретиться с ними, изучать результаты их работ, их опыт, что особенно важно. И, конечно же, если вы изучите весь этот материал, и вот именно это позволит вам совершить открытие. И, естественно, станет основой, вот это ваше знание уже станет такой отличной основой для подготовки и проведения экспедиции. Например, вот в экспедиции 2017 года, когда Николай Никайч Миклуха Маклай отправлялся, младший, он там провёл около двух лет в сборе полного материала северо-востоке Нового Гвинея, чтобы отправиться в экспедицию. Миклуха Маклай вообще готовил свой проект, он ознакомился и с научной литературой, переписывался с ведущими отечественными, мировыми учёными. И после этого уже всё натолкнуло его на мысль, что ему вот исследование лучше начать как раз с северо-востока Нового Гвинея, который тогда оставался неизведанной частью земного шара. Поэтому такая информационная подготовка, знакомство с тем, что уже сделали исследователи, это особенно важно. Важным этапом у нас также является и как раз-таки подготовка оборудования, составление списка снаряжений, которые вы с собой возьмёте, личных вещей, чем вы будете питаться. Естественно, самым важным инструментом исследователя всегда является его дневник, в который он ежегодно вносит записи, потому что, опять же, как мы помним, Николай Николаевич Миклуха Маклай, он всегда у себя, даже на фотографии, на постановочной, у него всегда был в руке дневник, он его не упускал из рук, благодаря чему до нас дошли такие ценные его экспедиционные исследования. Ну, естественно, у нас, чтобы отправиться на Новую Гвинею или отправиться в любую экспедицию, нужно нам составить маршрут, как мы вообще туда будем добираться и собрать вот эту всю полную информацию об объектах исследования. Естественно, главным источником такой информации у нас являются карты, как мы понимаем. Дополнительные сведения мы можем получать и из спутниковых снимков, и из специальной литературы, и из наблюдений людей, которые там были раньше. И, естественно, важно понимать, что ценность как раз-таки именно печатных карт. То есть мы можем, у нас спокойно уже есть, мы можем в телефоне открыть карту, посмотреть, где что находится, нам покажет маршрут. Мы можем открыть это на навигаторе, в этом проблем нет. Но когда мы отправляемся в такое место, как Новая Гвинея, где влажность воздуха вообще выше 80%, где температура воздуха постоянно там не менее 25 градусов, то техника в таком случае некоторая может вообще выйти из строя из-за высокой влажности. Поэтому всегда нужно брать с собой и опираться как раз в таком случае на печатные карты, которым в этом плане ни что с ними не случится. Ну и, конечно же, когда отправляемся в экспедицию, нам нужно учитывать одежду и обувь, которую туда мы возьмём. И, в принципе, основные принципы вот этих подбора одежды – это минимальный вес. То есть одежда не должна быть тяжёлой. То есть, естественно, если кто-то с собой решит взять, грубо говоря, на Новую Гвинею пуховик, который занимает много места, который довольно увесистый, и она его на это место может положить несколько фотоаппаратов, там, и съёмок и так далее. Поэтому, естественно, нужно чисто, чтобы одежда была минимальной веса, и чтобы она была довольно компактной. Одежда должна быстро высыхать, потому что на Новой Гвине, опять же, повторюсь, высокая влажность, и рубашка может сохнуть три дня, она провисит на улице и просто-напросто не высохнет, и будет такой же сырой. Поэтому одежду лучше брать такую синтетическую преимущественно. Естественно, у неё должны быть длинные рукава, там, у футболок, например, должны быть штаны, должен быть головной убор. И это защищает вас как днём, так и ночью. Днём этого защищает вас от солнца, а ночью этого защищает вас от комаров, которые, естественно, являются по опасениям переносчиками малярии. На своём опыте, опять же, могу сказать, что будучи на Новом Гвине, я когда только приехал, наслушался, рассказывал, что там комары, малярия, и я буквально первые дни следил, чтобы вокруг меня не было ни единого комара, ни в коем случае. И ходил всегда во всём с длинными рукавами, в штанах, чтобы ничто, никто, не дай бог, меня не ухудшил, чтобы я малярией не заболел. Но потом, как я, в принципе, убедился, к этому относиться надо гораздо спокойнее, потому что уже 21 век, в крупных городах заболеть малярией практически нереально. Места, где населённые пункты, даже деревни, в принципе, это тоже сделать довольно тяжело. И маданги, когда мне были, поэтому, естественно, малярией, когда мы туда отправлялись, никто не заболел. Потому что, ну, важно понять, что в 21 веке, в принципе, к этому можно относиться гораздо спокойнее. И малярия – это уже та болезнь, которую, в принципе, спокойно лечат и в больницах, но и тоже надо постараться, я скажу, чтобы ей заболеть. Это сделать довольно тяжело. Ну, и обувь, конечно же, это тоже важно. Главное требование у нас к обуви – это удобство, лёгкость, чтобы у вас, как раз, была защита ног. Ну, и при этом, конечно, надо понимать, что ни в коем случае нельзя, например, брать с собой кожу на обувь, потому что если вы будете её сушить у костра, ну, вы сами понимаете, что с ней может случиться. Поэтому главные критерии как раз-таки именно такие. То есть это удобство, лёгкость и защита ног. Говоря уже о самом ходе экспедиции. То есть у вас вот уже есть знание, как подготовиться к экспедиции. У вас есть оборудование. Вы в нужной одежде, с длинным рукавом, с головными уборами и так далее. И вот вы прибываете на место проведения экспедиции. И настаёт очень важный этап. Это время первого знакомства с коренным населением берега Маклая. И первое знакомство — это действительно один из важнейших этапов экспедиции. Ведь в этом случае вы показываете уважение к их культуре, традиции, демонстрируете свои мирные намерения, что это очень важно, что вы когда прибываете в экспедицию, чётко, кратко, понятно рассказываете о целях вашей экспедиции, что впоследствии предрасполагает как раз-таки к вам местное население. Например, вот в 2017 году при прибытии российских учёных в деревне Гаренду, например, российские учёные как раз прибыли в деревню Гаренду, чтобы познакомиться потомками Туя, вот этого того самого первого папуаса Туя, друга, который стал проведником Миклуха Маклая в XIX веке. И руководитель экспедиции в XXI Миклуха Маклай поделился с Туем планами своих исследований, представил отдельно каждого участника экспедиции, что немаловажно заранее икру купил и привёз на лодке местным жителям свинью, которая была передана потомкам Туя, чему они, естественно, были очень рады. И благодаря именно вот этой главной информационной работе, которая провела, проведена до экспедиции, российские учёные знали, что свинья — это очень-очень ценный подарок для жителей берега Маклая на Новой Гвинеи. И именно этот подарок впоследствии помог собрать коллекцию предметов культуры, материальной культуры, быта, так как в знак благодарности папуасы делали со своей стороны тоже подарки, как и во времена Миклуха Маклая в XIX веке. Поэтому в этом плане там ничего не поменялось. Конечно же, для сбора точной информации вам понадобится знать местный язык. Официальным языком на Новой Гвинеи является английский, то есть наряду вот с этим пиджином-токпесином, что, в принципе, комфортно для современного исследователя. Вместе с тем важно хотя бы знать несколько слов на выражение на языке деревень берега Маклая. Тем самым вы показываете уважение к культуре и традициям коренных жителей. И что, например, в России их помнят традиционный язык и также передают вот эти знания благодаря дневникам Николая Николаевича. Так же, как и папуасы хранят память о нашем великом предке. Опять же повторюсь, что в XIX веке Маклуха Маклай составил вот этот словарик из 350 слов. И он по-прежнему является основой для общения с местными жителями. Поэтому он есть и на сайте фонда имени Маклуха Маклая. Вы это можете все спокойно, конечно, изучить. Ну, конечно, хотел бы отметить, что подготовка к экспедиции заранее и факт того, что коренные жители уже предупреждены о вашем прибытии, существенно облегчают. И вот этот момент, который нередко занимает много времени, это на первых этапах полевой работы, это, конечно, знакомство и схождение в контакт. Если местные жители заранее знают, что к ним приедут российские ученые, естественно, молва об этом, знания об этом, то есть о этой новости принесутся, ну, 100% по всей Павловой Глине. Это уже, как убедились, это по всей прессе и так далее. Но люди сами будут искать вас уже, чтобы рассказать какой-то миф, предание, легенду. Например, вот своими глазами видел, когда мы были в одной из деревень, мужчина идет, говорит, вот мне мой прапрапрапрапрапрапрадед рассказывал, что вот тут стоял кораблик, на котором прибыл Николай Николаевич Миклуха Маклая. Естественно, он сам, и если он знает, что уже приехали российские ученые, он сам вас найдет и сам вам об этом расскажет, и вам будет, естественно, легко. Но вообще сам процесс сбора легенд и преданий, он занимает одно из важнейших мест вообще в этнографической экспедиции. И есть даже определенные сборы, правила сбора, вот это был как раз мифов, преданий, легенд, которые помогут вам сделать экспедицию более качественной и комфортной. Во-первых, экспедиция исследователей должен подготовиться к встрече с жителями деревни заранее и знать уже, что примерно они могут рассказать. Необходимо продумать очередность вопросов. Но одним из правил как раз-таки сбора легенд является требование как раз, во-первых, помнить, что в основном носители фольклора – это люди уже преклонного возраста, поэтому они не смогут сидеть 6 часов раз пересказывать все эти предания и легенды. Поэтому, естественно, не стоит иногда злоупотреблять как раз-таки вот этим их, ну, то есть физическими возможностями. Это они смогут делать не так долго вы по времени. Но, конечно, со всеми можно установить всегда дружественный контакт. А чтобы это сделать, не нужно, например, подходить и говорить, а расскажите мне сразу мифы, предания и легенды вот об этом. То есть человек начнёт это вспоминать, это потратится время. Для начала можно сделать просто. Либо поговорить о бытовых делах, то есть о каких-то, ну, обычных жизненных разговорах, или просто как раз-таки начать запись фольклора, сказать, расскажите мне, пожалуйста, ваши любимые произведения, ваши любимые мифы, предания, легенды. И человек своё любимое предание вам с удовольствием всегда расскажет, из-за чего уже откроется больше, и вы сможете с ним наладить контакт. Конечно же, в экспедициях важна и методика сбора предметов культуры и быта. То есть эта технология, в принципе, не так проста, как она может показаться на первый взгляд. Ведь учёному необходимо не только найти предмет, но и собрать о нём полную информацию. Иначе после экспедиции, в особенности на далёкий остров Новая Гвинея, у вас уже не будет возможности что-либо переспросить или уточнить. Поэтому всегда нужно помнить, что мы должны собрать и наименование предмета, и сколько ему лет, какая у него легенда, то есть какая история его бытования, какая биография предмета его хозяев, есть ли аналоги в истории. То есть если нужно отметить, к какому месту принадлежит этот предмет, писать это место, то есть написать, например, легче использовать опять же ориентиры, когда мы описываем, например, это блюдо Табир, оно из деревни Гаренду, близ такой-то, такой-то реки. То есть, естественно, у людей уже будет более полное понимание. Ну, естественно, дату и когда вы это всё собрали. Важнейшим, естественно, этапом задачи экспедиционного коллектива является, опять же, как я говорил, не только сбор образцов, но и его правильная транспортировка и хранение. Поэтому тоже важно учитывать, как вы всё это с собой довезёте. Ну и, конечно же, хотел бы сказать немного о правилах безопасности в экспедиции, потому что как раз-таки их можно, вот эти правила, разделить на субъективные и на объективные и субъективные факторы. То есть, например, объективные факторы — это погода, объективные факторы — это тот маршрут, который вы выберете, рельеф. Естественно, когда вы отправляетесь в экспедиции, ваше снаряжение должно ей соответствовать, и причём ваше снаряжение должно быть рассчитано на худшие условия природы погодные, которые могут быть в этом месте. То есть, естественно, вы можете поставить прогноз погоды, я вот отправляюсь в экспедицию в следующую неделю, на следующей неделе там солнечно, и человек берёт с собой снаряжение только вот под такую погоду. А вдруг циклона, вдруг ещё что-то, погода резко меняется, естественно, прогнозам погоды доверять тоже на такие периоды довольно сомнительная вещь, поэтому всегда в экспедицию нужно готовиться к худшим погодным условиям по вашему снаряжению. Не потому что они будут, а просто чтобы вы были к этому готовы. Естественно, брать с собой чуть больше еды, потому что учитывать, что может быть задержка. И, естественно, опять же, ну и запас воды тоже, естественно, важно. Есть субъективные факторы, а субъективные факторы — это которые зависят уже от каждого сна с вами. Поэтому в экспедиции мы должны быть спокойны, миролюбивы, уравновешены, избегать паники, всегда быть доброжелательными и, естественно, иметь при себе аптечку, что особенно важно. И вот по возвращению экспедиции, из экспедиции вас ждёт этап обработки результатов, полученных за время вашего путешествия. И на первый взгляд может показаться, что это наиболее простой этап из всех. То есть вы уже провели экспедицию, вы к ней подготовились, вы приехали из Папуа-Новыгвинея в Россию, вы вернулись, у вас есть куча знаний, куча новых ценных сведений, предметов культуры и быта, которых уже ждут в музеях. Но, естественно, важно как раз-таки обработать все эти результаты и проанализировать их. Поэтому как раз-таки у нас создаётся ложное ощущение, что когда мы прибываем из экспедиции, мы к ней успешно подготовились, долго мы её успешно провели, и цель наша достигнута. Но на самом деле нет. И как раз-таки мы должны помнить, что экспедиция — это лишь способ сбора данных. А результатом исследования как раз-таки является обработка всех вот этих собранных вашим преданий, легенд, всё это сбор воедино. И как мы это можем подать, и в какой форме мы вообще это будем делать. И, безусловно, если вы провели научно-исследовательскую экспедицию, то по итогу вам будет необходимо подготовить научную статью, выступить с ней на конференции, опубликовать её в авторитетном издании. И для этого нам, естественно, нужно выяснить, что такое научная статья. И научная публикация — это не просто, например, статья, написанная научным языком, а научная публикация — это именно вот эта статья научного характера, которая приводит в анализ и результаты исследований одного или нескольких учёных. Но мы опять же публикуем научную работу, мы завоёвываем новые позиции в науке, мы становимся более известными учёными, но далеко не все читают научные журналы. То есть в лучшем случае там вашу статью прочтут там 100-200 учёных. Но когда отправляемся в такую экспедицию, особенно на Новом Гвине, хотелось бы, конечно, знать, чтобы узнало об этом больше, чем 200 человек. Потому что и вот у нас в этом плане нам приходят на помощь научно-популярные издания, блоги на Ютьюбе, документальные фильмы на Ютьюбе, телеканалы. Их смотрит большее количество народу, равно как и посещают музеи и выставки. Поэтому в этом случае, благодаря использованию как раз-таки интернета, документальных фильмов, выставок, мы можем охватить более широкую аудиторию от мала до велика и рассказать о своём уникальном путешествии простым и понятным языком. И как раз-таки опять хотел сказать, что умение грамотно и доступно писать научные статьи, научно-популярные даже статьи, это важная часть современного исследователя. И это как раз-таки такие характеристики писался Николай Николаевич Миклуха Маклая. Недаром его дневниковые записи экспедиции из на Новую Гвинею, в Австралию, в Океане, Юго-Восточную Азию, которые, кстати, в 2020 году были переизданы фондами Клуха Маклая как раз-таки в новое собрание сочинений, они представлены в разделе «Путешествия в библиотеках». И вот именно из-за научной подачи ценных знаний. Вот я опять же могу сказать, недавно был в одной школе, ко мне подошла учитель, сначала сказала, что я читаю собрание сочинений, и читается оно очень легко. И я понимаю, что я получаю большое количество информации, интересной научной информации, но я читаю это, как она говорит, как сказку. То есть это читается очень легко и интересно. Естественно, ученики тоже подходят, об этом говорят. Поэтому вот эта вот уникальная особенность, писать доступно и понятно, конечно, это главная черта, очень важная черта современного исследователя. Ну и, конечно же, может показаться, что новая Гвинея, что современная, точнее, наука у нас, она довольно уже глубокая, сложная, что в современности уже нет места, но мы открытим области, там этнографии, истории и других, в принципе, наук. Но, как отметил этнограф Игорь Чининов, который был в экспедиции, вот он как раз сейчас на слайде, вам покажу его, да, он, когда прибыл на Новую Гвинею, он сказал, что сначала он не ожидал тоже увидеть, что он, ну, понимал, что вот у нас современный мир, у нас есть интернет, у нас есть книги, у нас есть документальные фильмы, у нас есть абсолютно всё. То есть можно изучить далекий регион, в принципе, не выходя из дома. Но, когда он прибыл на Новую Гвинею, когда он увидел, как их встретили, он увидел, что вот это впечатление его первое было довольно обманчиво, что у них был и праздник, и гостеприимство, которые устроили для них папуасы. Они, например, он увидел, что они проживают в тех же хижинах, он увидел, что они проживают, точнее, едят ту же еду, они же ведут такой же образ жизни. Поэтому, естественно, он обрадовался, и он понял, что на примере изучения материальной культуры папуасов берега Маклая можно наглядно убедиться, как вчерашний день уживает сегодняшний, и как в будущем он легко встретит, в принципе, день завтрашний. Поэтому, опять же, скажу, что на Новой Гвинеи, на острове, повторюсь, где у нас 860, есть 7 языков, хватит абсолютно на всех. 5% мирового биоразнообразия животного и растительного мира хватит на всех. Пример истории, мифов, преданий, легенд, которые вам расскажут, десятками, а то и сотнями в каждой деревне. Опять же, хватит на всех. Поэтому места на Новой Гвинеи открытием огромное-огромное количество. И всегда ученые отмечали, что это настоящий рай для исследователей, потому что там может найти себя абсолютно каждый ученый. Особенно молодой ученый, у которого открытый ум, и который готов к новым открытиям. Ну, естественно, сам берег Маклая, северо-восточный побережье Нового Гвинеи, он в своё время стал и берегом жизни. Для Николая Николаевича Миклуха Маклая в 19 веке, побывав им однажды, он стремился попасть туда опять же всю жизнь. Это загадочное вот это место, которое было похоже на мечту об утерянном райе, например, которое населено людьми, которым главным там ещё остаются нематериальные ценности. И всё это, естественно, побуждало в душе всегда лучшие чувства. И берег Маклая, который вот он стремился сохранить, он по-прежнему остаётся вот таким же. И как раз-таки наша цель — сохранить всё, сохранить и исследовать всё это, это особенно актуально. Также я хотел бы сказать, что, например, берег Маклая — это опять же настоящее сокровище для учёных, ценный источник для будущих поколений исследователей. Ну и, конечно же, на своём примере могу сказать, что когда прибываешь на Новую Гвинею, побываешь там один раз, непременно хочется туда вернуться. Особенно, когда люди, например, спрашивают, когда вернётесь, а ты понимаешь, что ты не можешь ответить на этот вопрос, ты бы с радостью хотел на него ответить, но не можешь довольно, в принципе, с одной стороны и грустно, и с другой стороны, в принципе, всё это довольно романтично, потому что это место довольно притягательное, и ты понимаешь, что там можно ещё исследовать, 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 исследовать. И, конечно же, поэтому наша цель – продолжение всех этих исследований на Новой Гвинеи и с привлечением именно вас, молодых исследователей, к этим как раз-таки путешествиям и экспедициям. Давайте я еще раз покажу вам сайт, чтобы более наглядно вы могли на этом убедиться. Хотел бы спросить, видно ли сайт? Да, Рита. На одномерном конкурсе, который организовывается фондом имени Миклуха Маклая. Заявку свою вы уже сейчас можете отправить во вкладке «В конкурс». То есть, если вы, например, хотите обозначить, что вы хотите участвовать в конкурсе, быть в курсе событий, получать документальные фильмы, получать справочную информацию, вы можете отправить эту заявку. А когда вы уже подготовите на основе вкладок, вот полезные, на основе документальных фильмов, на основе библиотеки фонда имени Миклуха Маклая свои исследования, то вы можете нажать вот эту кнопочку «Запуск заданий конкурса», «Прирешать тест» из 30 вопросов. В принципе, я думаю, проблем у вас, естественно, не возникнет. И впоследствии отправить сюда проект своей экспедиции. Но мы также подготовили для вас темы для ваших эссе, для ваших проектов, благодаря которым вам будет легче сориентироваться с тем, как вы будете проводить свои экспедиции. Для этого, если вы нажмете вот сюда, у вас откроются документы по ДФ, где у вас, например, будут доступны темы для исследований, на основе которых вы можете разработать свою модель экспедиции. Это, например, и по этнографии, сбор материальной культуры коренных жителей берега Маклая. То есть все эти темы здесь перечислены. У вас есть темы по лингвистике, по социологии, у вас есть даже темы по биологии. То есть мы подготовили для вас вот такой материал, чтобы вам максимально было комфортно и, главное, с интересом для вас проводить исследования там, где вы сочтете нужным, в каких областях. Поэтому, естественно, берег Маклая ждет ваших исследований, ждет ваших моделей экспедиции. Опять же, мы подготовили и структуру эссе, то есть это чтобы у вас всегда была подсказка, в какой последовательности всю эту информацию подавать. И, конечно же, подать свою заявку на expedition.mikluchmakline.ru Если у вас какие-то есть вопросы, я с радостью на них отвечу. И, конечно же, по конкурсу, по самим экспедициям. Так что буду рад учить вопросам учеников и преподавателей. И спасибо за то, что приняли участие в сегодняшней лекции. Вопрос по поводу вашего участия в 2019 году. Ну, так как вы сказали, что вы были, собственно, сами участником экспедиции. Ну, чтобы было ребятам более понятно и на своем примере бы вы могли показать. То есть вот вас взяли в экспедицию, какая у вас была функция в этой экспедиции, какую цель вы преследовали, достигли ли цель, и потом какой был процесс камеральной обработки той части информации, которую вы собирали. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ситуация была в следующем экспедиции, совершаясь в 2017 и 2019 году. Вторая, точнее, экспедиция была как раз-таки весной 2019 года. А осенью, того же 2019 года, точнее уже ближе к зиме, мы два раза отправлялись на Новую Гвинею. Первый раз на месяц, а второй раз где-то на две недели. И первый раз, когда мы отправлялись, стояла цель налаживания культурных и гуманитарных контактов между нашими странами. Поэтому была разработана выставка о культуре России, документальные фильмы. И моя задача состояла в том, чтобы наводить контакт с местным населением, рассказать им о российской культуре, привлечь к изучению русского языка, в том числе особенно молодежи. То есть это было огромное количество желающих. То есть, например, были подготовлены специальные анкеты, и эти же анкеты кончились, там буквально рассчитаны были человек на 500, и они кончились в первые дни, и поэтому приходилось каждый раз печатать все новые и новые анкеты, и эти количество участников уже переваливало за тысячу новогвинейцев, которые печатают изучать русский язык, узнать больше о русской культуре, естественно, обучаться в России. А когда мы уже прибыли, мы все, естественно, эти анкеты обработали, не на основе этого уже поняли, что есть огромный спрос на Новый Гвиней, на знакомство с российской культурой, языком и так далее. И второй раз поехали уже в декабре 2019 года, чтобы организовать там российский кабинет в городе Порт-Морсбе, то есть, естественно, разместить там все должным образом, провести мероприятия, и поэтому, естественно, также рассказать, что самое главное об этих мероприятиях и российской, и папу, и новогвинейской, и мировой прессе. Потому что, как сказать, на самих исследованиях на Новом Гвинее мне пока поучаствовать не удалось, но в налаживании культурных и гуманитарных контактов международными странами вполне. То есть, это и организация проведения уроков, это организация выставок, это организация экскурсий, то есть, живое общение с новогвинейцами, все это, конечно, было. Спасибо большое. Но я понимаю, так все равно, как бы, часть исследовательской работы в виде анкетирования вы проводили, последующую обработку анкета, а это есть отчасти, как бы, исследовательская... Да, то есть, когда человек отправляется, он, естественно, должен знать, куда он отправляется, и поэтому этап подготовки информационной перед этим тоже, естественно, был. А скажите, пожалуйста, были ли проблемы все-таки налажения контакта с языковой, с точки зрения? Спасибо за вопросы. Да, действительно, языковой язык, вообще, на котором говорят папуасы, это очень важно, но на 21 веке, вот, то есть, на сегодняшний момент, все они знают английский язык и знают, в принципе, довольно хорошо, потому что они в школе получают на нем образование, и поэтому, так как я тоже знаю английский язык, у нас с ними общение шло довольно легко. И при этом, в чем плане есть интерес с языками, когда они начали изучать русский, я, опять же говорю, они встретил нескольких учеников с курсов, они идут, говорят мне привет, там, как дела, какие-то фразы на русском языке, и я шел спиной, и я сначала удивился, я сначала думал, что это мне говорит русский человек на русском языке, потому что было настолько чистое произношение, я поворачиваюсь, там, стоять на угвинице, я говорю, а как вы вообще говорите, почему у вас такое шикарное произношение, вы учите русский язык буквально три дня. Они говорят, ну, у меня язык в местной деревне, в моей деревне, которая 1,867, он похож по звучанию на ваш, поэтому мне ваш язык в плане произношения изучать гораздо легче, вот поэтому мне, в принципе, хорошо идет, и, видимо, как раз-таки произношение тоже в этом плане хорошее. А так с нововинейцами можно говорить в основном на английском, а если изучить только писин или какую-нибудь пару фраз на местном языке, в какой-нибудь деревне, они будут этому особенно рады, ну, так как показать, как раз, уважение к культуре. Спасибо большое. Может быть, у ребят есть какие вопросы о моделировании экспедиции, о конкурсе? Ребята, подумайте о вопросах, задайте их. У нас есть участники, которые подключились самостоятельно, вы можете и в чат написать, и задать вопрос через микрофон, ну, может быть, поднимите руку, если есть вопросы. У Анны Витальевны, может быть, там тоже кто-то из ребят захочет что-то спросить. Дмитрий Мстиславович, аудитория перед ним, да, непосредственно находится. Если у ребят будут вопросы, он передаст им слово. Ну, пока ребята думают, можно я задам вопросы? Да, да, конечно. Я себе записывал, и где-то сначала решил, что уже не буду спрашивать, потому что в своем выступлении ответили, можно сказать, на них. Но чуть позже выяснилось, что все равно надо эти вопросы задавать. Но сначала вопрос, ну, не знаю, вообще простой, может быть, а может и нет. Вот когда вы рассказывали о детях, да, у вас такой был фрагмент в первой части, в рассказе об экспедициях 21 века. На фотографии был такой маленький, кудрявенький, светловолосый ребенок. Это вот какое-то отклонение от расового типа? Или это, ну, объяснимое? Спасибо за вопрос, это безумно интересный вопрос. Он тоже меня в свое время очень сильно заинтересовал, потому что там бывает это из-за двух случаев в основном. Во-первых, это бывает, когда семья, например, там, папа представитель, там, Австралии, там, Новый Зеландии, кого-то, или мама, там, с Новой Гвинеи, или наоборот. Но когда там был Миклух Маклайон, еще в своих дневниках писал, он когда по океане путешествовал, он говорил, я встречаю детей некоторых, то есть у них вот эти шапки, как будто на вас из волос таких кучерявых, они у них белого цвета. И он говорил, а как такое может быть, если там, ну, не европейцев тогда еще не было, ничего? И они ему объяснили, что, в принципе, дети просто много времени проводят на солнце, и из-за этого волосы могут выгорать. Из-за того, что волосы выгорают, он как раз проверял, что сверху-то они выгоревшие, они светлые. А когда он в них уже осмотрел, там уже корни у них были черные. То есть у детей, которые, в принципе, волосы вот так вот долго они проводят на солнце, они просто выгорают. И вот такое наше определение всему этому. Хорошо, спасибо. Вот когда возникал вопрос, а зачем изучать, да, вы приводили пример, приводили ответ, который давали в 20-м веке, да, руководители экспедиции, что вот этнографические процессы, они продолжаются, и нужно пристальное внимание им уделять и в дальнейшем. Но ведь они все-таки достаточно медленно проистекают. То есть есть ли вот необходимость постоянно изучать ситуацию этнографическую? Да, спасибо за вопрос. Действительно, там в чем заключается дело? То есть там можно изучать, например, те же, например, я вот приведу миграционных процессов. То есть с одной стороны, долгое время новогвинейцы жили вот в этой деревне, то есть советские ученые могли пребывать в эти деревни, встречать потомков там в 4-м, в 5-м поколении, которые еще помнят во времена, которым рассказывали о прибытии метуха Маклая. Но в современности, чем это интересно, сейчас уже в Новой Гвинеи люди активнее учатся в университетах, учатся в колледжах. Поэтому когда, то есть мало кто, точнее не мало кто, некоторые могут сказать, что я не хочу заниматься там рыболовством, например, вот в деревне. Я хочу стать политиком, я хочу стать юристом, я хочу изучать компьютерные технологии, я хочу заниматься тем-то, тем-то, тем-то и отправляться в университет. И после уже как раз-таки обучения в университете он становится специалистом. Образование у них там очень хорошее, тоже на английском языке. Он становится качественным специалистом, и, естественно, он работает уже по сфере деятельности в большом городе. И в деревню он возвращается довольно редко, там, либо на каникулы, либо просто ездит к родителям. И поэтому миграционные процессы сейчас усиливаются. И поэтому как раз-таки вот Данил Давидович, он тогда сказал, что сейчас это, в принципе, не так сильно заметно. Но он сказал, но для будущих поколений исследователей, когда люди активнее начнут уезжать в университет, активнее начнут уезжать на работу, когда там будут развиваться дороги между населёнными пунктами, они тоже будут переезжать искать более такое для себя интересное и более такое, ну, где им будет комфортнее жить место. И поэтому эти миграционные процессы постепенно усиливаются, усиливаются. И как это повлияет на сами деревни, на их население, на то отношение родителей, там, бабушек, дедушек, потому что их внуки и дети уезжают в университеты, например. Это тоже ещё важно и предстоит изучить. Ну и в целом на Новой Гвине осталось очень много преданий, мифов, легенд, предметов материальной культуры, которые можно ещё несколько, мне кажется, десятков лет или, может, даже больше сравнивать с коллекциями кух-маквая. То есть что ушло из быта. То есть в советское время это могло ещё быть быту, например, как какое-нибудь блюдо. То есть сейчас это блюдо, может быть, в начале 21 века или когда-то вышло из употребления. И важно понять, почему оно вышло. А почему оно при Миклухомаклай было, в советском время было, а сейчас вышло. И вот поэтому там, естественно, настолько всего много можно исследовать, особенно в области и ботаники, и изучения местной фауны, тоже как всё это менялось, как меняются там популяции птиц, растений, каких-то животных. Так что это предстоит действительно проводить ещё большую работу, ещё много лет. Спасибо. Вот как раз связи с тем, что всё больше университетов по новой обвинению, идут процессы такие, которые включают эту страну, скажем так, в мировое пространство. Вот я вспоминаю вопрос, который задавали вам в прошлый раз ребята о том, насколько эта страна современна, да, и все ли там вот в таком виде ходят, а вы говорите, да нет, всё нормально, там в европейских костюмах, молодёжь учится в университетах и много школ, и всё меняется, меняется быстро. Но вот в то же время мы видим на иллюстрациях, в ваших презентациях людей в традиционной одежде, да, вот с какими-то предметами традиционной культуры. Нет ли там такой уже специализации на этнографии среди местных жителей? То есть вот приезжают этнографы, к ним выходят специалисты по местной этнографии и демонстрируют местные традиции, рассказывают легенды уже как профессионалы. Нет ли там этнографических коллективов, которые могут ввести где-то в заблуждение даже исследователей? Спасибо за вопрос, это тоже, опять же, очень интересно. У них с национальными костюмами такая ситуация тоже складывается, что когда у них национальный праздник или какое-то празднество, или вот в частности прибытие российских свидетельств, это тоже там праздник на берегу Маклова, они одевают местные костюмы вот как раз в честь по этому поводу. То есть как раз как показать уважение, принятие своих традиций и передача их другим людям. Но они после этого могут спокойно также надевать футболки, штаны и пойти дальше по своим делам, когда все это закончится. Это я вот как раз... Такие костюмы у них дома хранятся? Да. Или, допустим, в доме культуры в местном? У них есть музей, да, это у них хранится дома, это то есть их костюмы, которые могут передаваться либо поколениями, либо они могут это сделать новое, что-то из новых каких-то материалов. У них есть отдельный музей, где у них хранится более старый предмет культуры. Но этот музей также туда водит и школьников, чтобы привить им как раз традиционную культуру, или просто туристы приезжают, чтобы это посмотреть. А так это все их личное. То есть это все их. И как раз таки... А, я думаю, что вы хотите что-то сказать. Ну и как раз по этнографическим кружкам и таким объединениям в основном местные жители, они очень трепетно относятся к своей культуре, и они всегда следят за тем, чтобы все передавалось максимально корректно и максимально правильно. То есть они это доверяют, в принципе, только себе, чтобы вот это все передавать и сохранять вот эту память. Потому что там, например, люди могут рассказывать... Вот сейчас шеститомник переиздан в собрании с течениями Клуха Маклая, и люди могут прочитать этот шеститомник, приехать на Новогвинею, и новогвинейцы им расскажут практически то же самое. Хотя у них вот именно этого шеститомника пока нет. То есть они передают это настолько точно и к этому трепетно относятся, что это сохранять все это помогает, конечно. И касательно памяти о Миклуха Маклая. Они когда обрели независимость, у них в год независимости, в честь независимости вышло собрание сочинений Миклуха Маклая в экспедициях на Новую Гвинею, там книжка с 1870 по 1874 год, дневники. Поэтому они в основном добирают материал Миклуха Маклая, потому что он был непредвзятым и был максимально точным. И когда они обрели независимость, у них опять же по радио, тогда уже шли в 70-е годы, передачи с моментами из дневников Миклуха Маклая. То есть они к этому трепетно относятся и позволяют это делать только людям, которые смогут передать это качественно. Спасибо. Вы в трех лекциях рассказали об истории российских исследователей еще во времен Российской империи, советского периода, современных. А есть ли исследования, которые другие страны организуют, экспедиции, направляемые другими странами? Насколько вам это интересно вообще в мировой науке изучение Папуа-Новой Гвинеи и, может быть, и русского наследия Папуа-Новой Гвинеи? Да, этим занимаются. Но Новая Гвинеи это почему-то привлекало очень сильно ученых еще во времена Миклуха Маклая, и итальянских, и французских, и английских. Но они почему-то всегда ездили на западные побережья. Потому что западные побережья, оно как бы было ближе тогда к Ботавии, нынешней Индонезии, то есть колонии. Так что, видимо, туда было легче добраться, и они там проводили исследования. Но вот именно на северном... Моле-развитая была. Да, более-менее. Там уже побывали малайцы, там уже культура более-менее начала как-то смешиваться, были и смесь малайцев и папуасов. А вот на северо-востоке Новой Гвинеи еще никого не было. То есть потому что на юго-востоке Новой Гвинеи даже было легче добраться из Австралии. То есть там острова-то гораздо ближе, у них как раз вот этот кусочек от Австралии, он близко к Новой Гвинеи, то оттуда можно добраться. До запада Новой Гвинеи можно добраться, а до северо-востока почему-то еще никогда никто не добирался. И только описывал с корабля, потому что не понимал, что происходит. И как раз за счёт этого Миклух Макклай, когда он общался со всеми учёными, он сделал вывод, что есть информация по этим землям, а по этим нет. И поэтому он туда как раз-таки отправился. А так, когда уже северо-восточное побережье Ногоглинея стал германской колонией в 1880-е годы, там проводил свои исследования, он Отто Финш, такой немецкий этнограф, но он, как пишут тоже учёные, он занимался этнографией, он собирал информацию о том, что был Миклух Макклай, потому что для него это был, по сути, коллега. Но Отто Финш при этом был германским подданным и иногда, как говорят, писал всё в таком ключе, что Новый Гвиней, естественно, оправдывал колонизацию, грубо говоря. Но наследием Миклух Макклай занимались и зарубежные учёные, пытались всё это тоже собрать. И кто-то там, даже местные миссионеры, естественно, когда они прибывают, естественно, первовременно в Украине, когда видели белых людей на северо-востоке или в глубине страны, они видели белого человека и говорили Макклай или Маккрай. То есть потом они уже узнавали, вот эти европейцы или кто там был, что это в честь Николая Николаевича. Поэтому это Макклай. Это глубокое понимание предела возможностей человека, где-то, может быть, спортивная какая-то была составляющая. Они объехали, обошли, разными способами передвигаясь весь Тихий океан, начиная от Аляски. И завершили своё путешествие в России на Тихоокеанском побережье, на Камчатке. В том числе они разные страны посетили и помимо каких-то природных экстремальных моментов, каких-то опасных животных или опасных природных явлений, они сталкивались с разным отношением людей и местных жителей. И тоже не всегда благоприятным, например, в Соединённых Штатах у Японии спецслужбы контролировали очень плотно. В Центральной Америке они встретились с представителями местного криминала. Ну, вот что интересно, в Папуа-Новой Гвинеи, они с не очень такой доброй реакцией местных жителей, обычно, скажем так, жителей деревни столкнулись. Они когда, а, передвигались они вдоль берегов Папуа-Новой Гвинеи на Катапаране, вот на одной из остановок у них местные жители украли двигатель. И просто отказались признавать, что они это сделали, а больше было делать некому, пока вот участники экспедиции не пригрозили, что они все сожгут их лодки и катамараны, которые рядом стояли, они двигатель не отдавали. Ну, потом тут же его принесли и сказали, да вот он здесь где-то за кустом лежал, вот мы нашли очень такие простые ребята. Ну, это со слов, конечно, участников нашей экспедиции. Я там говорю, чтобы спросить, а все ли так было получено в Новой Гвинеи, нет ли там... Да, вот все в соединении установилось. Спасибо за вопрос, это тоже очень важно обсудить. Вообще, тоже, я слышал об этой вот экспедиции у них, да, тоже читал про них там интервью, но я почему-то не видел, в какой части страны они именно были. В принципе, такое возникнуть там могло, но когда, в частности, на том же берегу Маклая, например, если люди, у них свежа память, там люди, ну, не настолько в возрасте, если возрастные, но они все-таки, в принципе, помнят советскую экспедицию. В принципе, если там тоже прибыли бы русские, я думаю, они бы спокойно их бы встретили. Так что не знаю, в какой это стране было, но, конечно, может быть, всякое со стороны новогвинейцев. Даже, например, были случаи, один зарубежный ученый прибыл в деревню, в глубинку в деревню, хотел изучить, как там живут местные жители, и решил отправиться прямо вглубь, вглубь страны. Он приезжает в эту деревню, естественно, племя там было, которое, ну, довольно социализированное, но все-таки очень с глубоко-глубоко-глубоко уставшимися традициями и верованиями. Он к ним прибыл, сказал, я хочу у вас проводить исследование. Они на него посмотрели, подумали, подумали и сказали, ну, приходи к нам через 10 дней, и мы с тобой обсудим, как мы будем все это организовывать. Он к ним приходит, они говорят, ну, в общем, мы обсудили, у нас тут недавно скончался человек, а у них жены у гвинейцев, есть человек белого цвета кожи, он как раз-таки представитель постороннего мира. Он сказали, ну, мы сошлись на мнение, что, скорее всего, это вот из того, что он скончался, он тебя как бы привёл сюда. То есть ты, по сути, в части этого он. Так что вот, раз ты вернулся, раз он вернулся, значит, это какой-то особенный знак. Так что оставайся с нами, мы бы приняли его максимально, так сказать, как человек действительно тоже из другого мира. Поэтому на Новой Гвинее это может быть всякое. Особенно там, что касается двигателей и всяких железных предметов, и вышек мобильных станций. У них тоже такое бывает, но в таких частях страны, либо в глубине, в глубинках, либо, может быть, на юге такое случится, в принципе. Но, насколько вот я знаю, на берегу Маклайя, в принципе, они стараются там такого не допускать. Там люди такие, ну, я бы сказал, благородные. То есть там максимально у них всё дружелюбно, и они не допускают там никаких-либо проблем. Там этим сами взрослые как бы следят, старейшины. То есть они такого не допускают. Но быть может вполне в других частях страны. Конечно, по одному случаю нельзя обо всех судить. Такое интересное просто воспоминание. У меня есть сразу таких участников экспедиции. Ну и ещё вопрос. Вот, собственно, уже по планированию экспедиции, потому что должно быть представлено. Вы проговорили о том, что разные могут варианты исследований в области этнографии, антропологии, да? Говорили о том, что можно изучать живой мир, да? Растения, животные, очень много чего не изученного ещё в этой области. А можно ли, например, проектировать экспедицию географическую? Вот у нас ребята есть геологи. Могут ли они такие проекты представлять? Конечно, конечно. Могут представить и такие проекты, потому что, например, как известно, недры Новой Гвинеи очень богаты там и золотом, серебром, газом, нефтью, никелем. И плюс рельеф ещё. То есть в этом плане тоже абсолютная находка. И почему бы нет? Не только этнографические исследования могут планироваться, проектироваться? Да, они могут проектировать как этнографию, в принципе, что им будет поинтересно там изучать. Или этнографию, лингвистику, и социологию, и биологию. И что им лежит как раз по душе. Спасибо большое. Вам спасибо большое. Интересный очень вопрос. У кого-то ещё появились? Вроде бы нет. А нет, что-то в чатик. Вопрос. Будет ли актуальна тема сбора информации по народной медицине новогвинейцев? Вообще шикарная тема. Особенно если вы сравните, как они лечили, например, свидетельства Миклуха Маклая о том, какая у них была медицина, и сравните, например, свидетельства, может быть, советских учёных об этом, то с тем, что сейчас, то есть, по-моему, титформация, это вообще будет шикарная тема. Прямо замечательная. Тема для конкурсов. Да, то есть, в дневниках Миклуха Маклая есть очень много о том, как он лечил папуасов, как сами папуасы относились ко всему этому, так что тема великолепная. Я просто почему-то ещё говорю, я сам недели три назад думал, а вот интересно, как у них традиционная медицина, в принципе, изменилась за всё это время, и как они ко всему этому относятся. Поэтому, вообще, поздравляю. Находка отличная. Есть ли вопросы ещё у ребят? Может быть, в чате у Анны Витальевны. Могут и наши географы, которые у Анны Витальевны, и биологи, и геологи, которые у Дмитрия Мстиславовича, например, подумать о том, как они в этом конкурсе смогут поучаствовать. Спасибо. Ну и, конечно, мы нашим историкам тоже предложим задуматься, по крайней мере. Да, потому что исследования тоже самого наследия Николая Николаевича, и дневников, и записей, и тоже, конечно, рисунков, и сравнить, например, как, например, сейчас тоже сравнивают, например, есть исследования, проводят, дают рисунки Николая Николаевича Миклухопаклая жителям местным по океане, и как эти жители местные интерпретируют в своей культуре всё это. Вот говорят, да, это было действительно так, там, например, или рассказывают ещё что-то новое об этом. Так что это вот новое прочтение, даже можно рисунки прочитать как-то по-другому. То есть не только текст, но и сами рисунки. То есть историкам по этому тоже там огромное-огромное такое поле до исследований. Так, и тогда ещё такой вопрос. Это конкурс, в каком формате предпочтительно участвовать? В командном или индивидуальном, или там есть какие-то ограничения? Вы можете участвовать, да, действительно, как и один ученик может участвовать, так можно в группе, то есть, например, группа до, там, более пяти человек, и представить как раз-таки проект, указать, что они конкурсанты, такие-то, такие-то у них руководитель, а тот-то, и они представляют проект на эту тему. То есть вполне можно и так. И сам проект — это, вот, собственно, эссе, да? Правильно я понял? Да, это эссе, там у него будет как название экспедиции, что в этой экспедиции будет изучаться, там какие-то у неё цели и задачи, но тоже у нас понимают, что цели и задачи — это не такие, как в диссертациях или в научных каких-то работах, а какие действительно будет интересно самим же всё это изучать. То есть какой тип экспедиции, например, это будет только этнографическая экспедиция или это будет комплексная экспедиция, то есть там будет и этнография, и лингвистика, и география, и ещё что-то, то есть, ну, то есть несколько наук. То есть какой состав будет, например, у экспедиции, то есть это мы возьмём с собой, там, этнолога, лингвиста, фотографа, какое снаряжение, какая одежда будет в экспедиции, какие ожидаемые результаты от нее, каких результатов, точнее, ожидают от нее учащиеся, и как раз описание того, как они будут это делать. То есть я, например, прибуду в деревню, принесу, потом буду изучать тот, тот, тот. Спасибо, очень интересно. Еще хочу поблагодарить вас за то, что вы остановились как раз на вопросах организации экспедиции, экспедиционных исследований, это то, что надо учитывать и при планировании, и при, собственно, выходе в экспедицию, поскольку у нас тоже есть практика экспедиционных исследований, надеемся, мы к ней вернемся этим летом, и где-то, наверное, будем в том числе и пользоваться теми рекомендациями, которые вы даете. Спасибо большое. Всегда приятно слышать. Хорошие отзывы. Ну, естественно, да, призываем всех к участию в проекте, с участием в конкурсе, ссылка есть в чате. Также на YouTube-канале фонда имени Миклуха Макбаева вы найдете и множество документальных фильмов, в том числе «Ассоль Ту и Платом и Ктуя». Мы это будем тоже делать, и посылки по тем, кто зарегистрируется вот в этой форме на участие в конкурсе, посылки. То есть всем все эти информации предоставим. Спасибо. Ну, я думаю, мы поучаствуем. Я имею в виду ребят из Малой Академии. Да, очень на это надеемся, потому что всегда шикарный отклик и во время лекции, и после лекции. Так что всегда приятно работать с Малой Академией, всегда как на праздник. Вижу вот вопрос, представляет ли Папула Новая Гвинея, поставляет ли какой-либо товар, и может быть ли взаимно-торговля России Новая Гвинея. Да, Новая Гвинея, опять же, к вопросу работ с Малой Академией, вообще шикарный вопрос. И товар, который Новая Гвинея поставляет, это в основном природные ресурсы. Они поставляют в основном, большая часть это у них газ в жирженом виде, это также железная руда, значит, нет, из руды это золото, там серебро они поставляют, медь довольно в большом количестве, продукты питания, например, там замороженная рыба, рыба в свежем виде. И помимо природных ресурсов, таких, которых как бы ископаемых, они могут еще поставлять рыбу, потому что тунец на Новой Гвинеи, там где-то 10-20% мирового вылова тунца, это вот как раз сосредоточено именно на Новой Гвинеи. Но еще они могут поставлять предмет материальной культуры и быта своего, какие-либо там туристические, которые интересны. И особенно важно, что они могут поставлять кофе и чай, потому что кофе там вообще шикарный, равно как и чай. И, конечно же, взаимная торговля с Россией, это то, к чему как раз таки желательно приведет культурная сотрудность. Потому что Новый Гвинеи — это такой народ, опять же, для них очень важны нематериальные ценности. То есть торговля между многими странами, могут сказать, мы вам продадим столько, столько-то выручим на этом денег. Все, то есть все довольны. А для новогвинейцев, для них главное в таких вопросах доверие между своими партнерами, между своей страной, с которой она сотрудничает. Поэтому такое доверие достигается в основном только благодаря культурным, тесным связям. А настолько тесных связей культурных и исторических, как в России, Папуа и Новый Гвинеи, найти довольно трудно. Поэтому, естественно, хочется надеяться, что и на наших прилавках может появиться и новогвинейский кофе, и чай, и рыба, и производство вот этого всего. Ну, естественно, на их тоже прилавках могут появиться российские товары. Они, я думаю, будут этому очень рады. Артем Алексеевич, вы имеете в виду вопрос? Да. Немножечко отвлечемся сейчас от конкурса. Ну, я думаю, что ребята уже немножко это усвоили. Скажите, пожалуйста, вот в Санкт-Петербурге при вашем фонде есть ли музей этнографический или тех предметов, которые вы, значит, находили в экспедициях? Вот. Или он только еще в процессе создания. И есть ли проблемы с вывозом материальных ценностей, любых, через, ну, при доставке их вывозить через таможню? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Сейчас ведется работа над виртуальным музеем фонда имени Миклух Маклая. Ведется также работа над музеями, чтобы выставить как раз-таки вот эту всю коллекцию и выставить это так, чтобы показать не только, например, коллекцию, но и показать, как через нее можно познать культуру, историю отношений России с Папула на Угвине и как там живут местные жители. А касательно вывоза предметов материальной культуры и быта, то, естественно, если отправляются туда научные экспедиции, это тоже определенный тип поездки специальной по документам. Ну, и также, если это все так же вывозится, это тоже оценивается вот эта всего ценность и так далее. Поэтому тоже к этому процессу важно относиться внимательно и учесть то, что, например, ни в коем случае там райскую птицу, например, вывозить ни в коем случае нельзя. То есть там с этим поездом все очень строго. Ну, естественно, также, что касается земли, вот этого региона Австралии, Папула, Новый Гвинеи, они там очень следят за тем, чтобы сохранить вот эту уникальную культуру, уникальную, точнее, уникальную природу в том числе. И поэтому, не дай Бог, чтобы не завезли туда ничего там, например, с землей какого-то другого региона. А в плане культурных ценностей их можно, в принципе, оформить и если все сделать максимально качественно, то есть показать, что вот это такая ценность, все это честно приобретено, то почему бы нет. Спасибо большое. Вам спасибо за вопрос. Если вы пока в чате, вопросов не вижу. Если у кого-то еще вопросы из ребят, может быть, по экспедициям, по современному образу жизни наугвенейцев, по экспедициям 19-20 века, с удовольствием на все отвечу. Так, пока вопросов не вижу. Может быть, мы теперь подумаем, как участвовать и в каких форматах, если вдруг вопросы у нас появятся. Мы попросим провести, может быть, отдельную тогда видео-встречу такую с консультационного плана. Конечно, не проблема. Это главное. Нам главное, чтобы как раз-таки люди и ученики особенно занялись делом, которое будет им интересно и сделали его максимально, опять же, для себя с пользой и приняли участие вот в этом конкурсе, что как раз-таки позволит вот это вот привлечь их к настоящей преемственности изучения и самим уже сейчас пройти все вот эти этапы планирования экспедиции. Я думаю, на сегодня, в принципе, мы тогда будем заканчивать. Спасибо большое за активную участие в лекции. Всегда огромное удовольствие с Малой Академией, опять же, повторюсь, работать. Спасибо большое, Алексей Александрович, Дмитрий Васильевич. Рад был всех увидеть, ребят. Ну что ж, тогда до новых встреч. Желаю всем успехов в конкурсе и до свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...